Андрей Петкович Андрей Петкович Андрей Петкович Андрей Петкович Андрей Петкович Андрей Петкович петр попович потому что счет влияет чистенько аккуратненько молодец петка и сама вот перед по поводу матча предстоящего сша рабовая сказал о том что в австралию не был четкий план на игру они с тренером разработали и она его придерживалась и поэтому была удачная встреча и она выиграла эту встречу и конечно же она понимает что мария не простой игрок она будет бороться за каждый мяч но тем не менее то есть петка ищ сейчас вышла с каким-то определенным заранее подготовленным планом интересно повторение австралии или все-таки будут какие-то корректировки еще это зависит и от шарапа да ну первый брейкпоинт вы знаете как то были отдельно взятые фрагменты когда петка ведь показала на что она способна но в целом получилось что шарапова по поровней сыграла более четко провела этот гейм и вот в награду ей брейкпоинт брейк и первый гейм за российской теннисисткой напоминает мне это немножко не знаю нет не буду ходить потому что у маши тоже сейчас подача сейчас подача опасный момент ветер проблемы с подбросом мяча солнце ну так где-то уже запал за полдень но все равно обратите внимание на тень практически вот при подбросе мяча попадает в солнце не получилось у петкович атака в общем-то предпосылки были место было удобное геймпоинт первое первое двойное вот как раз нам показывают наставника с этого года с томасом хокстедом работает шарапова мы уже упоминали уговорили ну достаточно известный в мире тенниса специалист последнее время он работал с федерацией тенниса китая и концентрировался на работе с китаянки на ли довел ее до хорошего такого игрового состояния до первой десятки и была она в этом году в финале австралийского чемпионата после которого на ли вообще ничего не выиграла даже по-моему ни одного матча и здесь тоже первый же матч в маями проиграла вторая двойная 15-30 а а эйс со второго пича такое возможно интересно скорость скорость какая где-то в рай туда ровно 160 километров в час по 30 крупным планом голеностоп забинтованный голеностоп 3 двойная ошибка публика с пониманием по моему видите так отдельные выкрики подбадривают давай давай маша с пониманием до проблемы есть есть все это прекрасно понимают брейк-поинт отыгран я не помню в этом гейме вообще Петкович доотрагивалась до мяча конечно играла не так много могла остыть ну как ветер сносит приличный очень ветер по-моему такой сильный ветер еще не было на турне боковой причем если вчера вот Вера когда играла Звонарева ветер по-моему так немножко слева направо шел сейчас поменял направление видите как играла ставила ракетку подлево и практически пришлось играть непонятно как даже второй брейк-поинт немецкой теннисистки все таки все таки приходится мне возвращаться к той мысли которые после первого гейма такая же ситуация была у Маши по-моему со стольюнгом она взяла первую подачу и австралийка сделала две двойные в первом гейме то есть сразу брейк сделала и потом тут же отдала свое ну вот эта болезнь вот этот тяжелый период который сейчас переживает Шарапова понятен ну это на самом деле вот это присуще наверное женскому теннису что очень часто девушки выигрывая подачу соперницы проигрывать свою подачу и это одно из таких можно сказать одно из основных правил что если ты берешь подачу соперницы нужно всегда брать свою но здесь просто неудачно сложился гейм две двойные три двойные ошибки и ветер а ветер все же уравнивает все против силы но зато какой эйс был со второй подачи 160 километров в час приличная скорость не знаю мне кажется пятка вещь просто-напросто приспособилась к обстановке быстрее приспособилась и к сопернице вот она потихонечку нагружает ту сторону туда-туда-туда бросает мячи ее играете носит такой результативный характер 30-0 15 Да, сейчас Петкович начала атаку и сама как-то захлебнулась в ней. Ну, вот еще розыгрыш надо попытаться в таком же ключе. Конечно, с точки зрения зрелищности, что ли, игры. Пока игры-то нет. Такое ощущение, что пока девушки присматриваются, прибиваются к корту и друг к другу. Да, видите, как подача. Мяч тоже подбрасывает. У Петкович есть определенная особенность. Она подает средней силой, как правило, в середину корта. Остроте у нее не так много. Вот у нас есть статистика по подачам. Я к тому, что с ее подачи очень удачно можно строить контратаку. Принимать ее подачу можно. Ну, вот сейчас достаточно неожиданная вторая подача была. Хорошо. Петкович ее направила. И 40-15 на подаче. При таком, в общем-то, росте, при такой физике, которая присутствует и есть у немецкой теннисистки, можно, конечно, ее получше подавать. И по скорости, и по направленности. Но у нее вот такая есть особенность. Особенность дает ей возможность взять гейм. 2-1 она ведет у Шараповой в первом сете. Итак, для начала 2-1. Все стало как бы на свои места. Обменялись брейками. Участницы первого полуфинального матча турнира в Майами. Сейчас Шарапова на подаче. Три двойные в первом гейме. Конечно, никаких шансов у нее не было взять первый гейм. Это обидно. Ошибается. Ошибается. 0-15. Не такой, чуть поменьше, но зримый. По 15-ти. Такой не берет. Сыграл, Шарапова. Здорово. Здорово. Стабильно. И остро. И обратили внимание техника выполнения вот этого удара. Ногами подсела под мяч. И ракетка пошла вот сюда, к левому, к правому уху. Вот, она так закручивает. Здорово закручивает мяч. 30. Нет, это уже должно быть 40-15. Каждый розыгрыш нужно быть на пределе. Внимание, это очень сложно. Очень. Но что делать? И ответственность матча, и погодные условия. Все это вместе взятое накладывает колоссально тяжелый отпечаток на игру. И то, и другой теннисистки. Ну вот, уже как-то полегче смотрится, когда 40-15. А вот и гейм. Не справилась сейчас с элементарной подачей соперница. И по два в первом сете. 16 минут. Пока на табло. Время вы видите. Пока по два. Я думаю, что важно, что Маша выиграла этот гейм. Но еще важнее, что не сделала ни одной твойной ошибки. В этом гейме. Да. Будем надеяться, что пойдет дело на поправку. Петкивич почти то же самое. Сейчас организовала. Но не были выгодные. Не менее опасная была точка для окончательного, последнего удара. Вот она. Хлясткий, крученый мяч. И с запасом укладывает мяч в корт соперницы. Левой рукой играла Маша. Здесь по ходу турнира Петкович смеш пробила левой рукой. Вообще оригинально было сделано. Ну вот сейчас видно было, как Петкович использовала ветер. Вот не сильно подала, но именно уходящую подлево подачу. И ветер еще снес. И неудобно было принимать шарапу. Петкивич. 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 Чем с соперником на той половине корта. Пока. Тяжелая, тяжелая. Впечатляетесь. Согласитесь. Такой удар прям. Четкая. По месту. Чисто по исполнению. Какая мощная все-таки. В анатомии это называется верхний плечевой пояс. Вот в этом отношении удары в высокой точке, относительно высокой точке, где-то на уровне плеча, у Андрея получается бесподобно. Вот неожиданность. Вот в чем коварство. Она может казаться... Продолжаем матч. Продолжаем смотреть начало сета. Сыграно 5 геймов. 3-2 Петкович ведет. Сейчас ответный гейм на подаче со стороны российской теннисистки. Ожидаем. Продолжаем. Какой волнительный момент. 15. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот один из немногих срывов К этому Я не припомню такого Из выгодного положения промаха Со стороны немецкой теннисистки По 15 Как Маша умеет скрывать свои эмоции Страсти кипят сейчас В нее внутри А вот Никаких эмоций на лице Все собрано Все Внимательно Ни в коем случае не показывать Неудовольство Собой сопернице Чем кстати говоря Очень и очень Гришат наши российские Особенные девушки Выражая эмоции Они же только ведь поднимают настроение У соперницы Только Придают силы дополнительные Ну иногда есть тоже Такое Необходимость Просто выплеснуть эти эмоции И вроде бы легче становится Только радостные Только положительные Ну если вспомнить Того же Макенроя Который Любил поскандалить на корте Сломать что-нибудь попутно Что попадет под руку Под горячую Причем Левую У нас брейкпоинт Двойной 15-40 Это может привести К осложнению ситуации Потому что 4-2 И подача Петкович В таком случае будет Счет А это уже Крайне неприятно Надо спасать Вот эту ситуацию Как По-моему За 100 миль Это точно Прилетел сейчас Мяч 105 Удачно как на приеме Сыграла Удачно Да Разогнала Ситуацию И все-таки Второй брейк На счету немецкой теннисистки Она Выходит в отрыв 4-2 Становится счет И будет сейчас Петкович подавать Это не Катастрофа Это неприятно Это Сложно Но теперь нельзя Ни в коем случае Ошибаться Но я думаю Что поправить Это дело Надо Для начала Надо свою подачу Нет подачу Суперницы Надо взять Обратный брейк Сделать Да Ну Маша Первый гейм Выиграла Так что Как это делается Наверное Воспоминания Еще свежи Ну и Петкович Сейчас подает На стороне Которая находится Против ветра Поэтому я думаю Что у Шарапова Хороший шанс Не пипа Вот В чем проблема Желание Это есть А траекторию Нужно все таки Соответствовать Потокам ветра И расчет Должен быть В голове Моментальный Соблазн Колоссальный Был 15-0 Вот это Хороший Прием По 15 Если сейчас Выиграет гейм Потом будет Смена мячей Может быть Жесткими мячами Новыми Может быть Эйсы пойдут Вместо двойных Не в ту линию Вернее Не с той стороны Она решила Все таки Проверить Мария На самом ли деле Ушел мяч За пределы корта Да Линию-то попал Но видите Уже с внешней стороны 30-15 Шерпор Гейм На предыдущих Стадиях Это Томас Хокстед И наоборот Могла Упустить Соперницу И на своей Подаче Дать ей возможность Иметь брейкпоинт А потом достать И все таки Сохранить гейм За собой Ну уж Очень рваная игра Очень непредсказуемая Обстановка Ну вот Тое что 40-30 Петкович имеет Полное право Сейчас подать Эйсом Но у нее еще Ни одного Эйса не было Нет Ни одного Да Одна двойная Была Сейчас Трудно Ожидать Двойной Ошибки Коррекшн Да Садя на вышке Поправил Линейного Линвайлов Сказала Что мяч Попал А тогда Петкович Берет повтор Тогда Петкович Повтор возьмет Это точно А Мяч Попал С вышки Хорошо Видно Попал Молодец Молодец Пытнейший Арбитр Ну в общем-то Слабые Утешение Всего-навсего А нет Ровно дает Ровно-ровно Я думал Два мяча Ну вот он шанс Лин Волж Немножечко Помогла нам Восстановила Справедливость Так что Маша Есть Шанс Все-таки За этот гейм Еще посражаться По-моему Там был Сомнительный Мяч Нет Одна попытка У Шараповой Потеряна Впереди Еще Не берет Повтор Но она была И поближе Всех К точке Падения Мяча Третий Геймпоинт У Петкович Да, обидно Да, поторопилась Немного сейчас С этим ударом Шарапова 5-2 Петкович Впереди В первом сете Нам показывают Электрическое освещение Не потому Что пора свет Включать Потому что Смотрите Как Даже Такие Конструкции Тяжеленные Конструкции Раскачиваются От потоков Ветра А что Творится С маленьким Мячом Который Если я не ошибаюсь Весит По-моему 56-57 Граммов Да, диаметр 61 Сантиметр И Вот в этом Диапазоне Да Ну и сейчас Новые мячи Будут Шарапова Будет подавать Новыми мячами Вот она взяла Натяжку Специально Свежую Неигранную Будет подавать 2-5 2-5 Это конечно Приличный отрыв Но Один брейк Ну да Две своих Подачи Выигрывать А это конечно Проблемный момент Сейчас для Маши Она Уж очень неровно Играет Иногда может Даже Сделала Один единственный Эйс И тот Со второго мяча Все как-то не так Я помню Статистику У Петкович В матче с По-моему С Каролин Возняцкой Было 59 ошибок Невынужденных Ну тогда и Каролин Тоже наваляла Ошибы Где-то Под 50 Просто Она взяла Чем Взяла Тем Что у нее Больше Виннерсов Больше Степени Активности Больше Результативных Да Играет В открытый Теннис Бьет Все что Можно Все что Можно Пробить Иногда Что и Нельзя А удары У нее Сами Видите Какие По Скорости Сейчас Конечно Статистику Нам дадут Но Просто Невооруженным Глазом Видно Что У Петкович У нее И ошибок Меньше И Большая Степень Активности Ну Ну Что Вы хотите Если Уже Три Двойные Ошибки И На первой Подаче 54% Реализации Первая Подача Вообще Подача Это Был Конек В свое Время Это Был Фирменный Ход Шараповой Сейчас Нет Подачи Нет Игры Ой Ой Как Здорово Какая Умница Я вижу Растерянность На Ритмсах Некоторых Болельщиков Соперницы Иметь Эйс Иметь Сэдбол Вот Тут Ключевой Момент Будет Сэдбол Маша Может Конечно Дрогнуть Это Нормальное Человеческое Все-таки Состояние Совершенно Совершенно Справедливо Хорошая Первая Подача Сейчас Была Очень Вовремя Один Это Второй По-моему Эйс Если Или Дотронул Болельщиков Касание Было Да Ну 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 Подождать Пусть Этот Ветер Пройдет Три Хорошо Что Обошлось Без Сэдболов Без Супер Проблемных Ситуаций В этой Стаде Ну И Будем Надеяться Что Сейчас Я не Зная Какая Выгодная Какая Невыгодная Сторона Здесь Все Очень Сложно Иногда Боковой Ветер Иногда Продольный Ветер Петкович Подает Очень Грамотно С Точки Зрения Значит У Нее Во-первых Семьдесят По Один Процент Попадает Первым Мечом При На таких Погодных Условиях Это Весьма Важно И Второе Она Вторую Подачу Подает Достаточно Надежно У нее Процент Реализации За Семьдесят То есть Она Практически Не проигрывает Вторую Подачу Видите Средние силы Главное Чтобы Без Восемьдесят Четыре Мили в час Полет Меча Это Где-то В районе Сто сорока Может быть Сто сорока Пяти Для второй Подачи Нормально Поэтому Она И держит Свою Подачу Один Брейк Сделала Но это Было Давно Это В самом В самом Начале Встречи Сделала Шарапова Больше Брейкпоинтов Не было В первом Гейме Сразу Да Первый Потерянный Гейм И больше Никаких Шансов Андрея Соперницы Не дает Ну вот Что такое Что Игра На Результат Никакого Эффекта Не нужно Здесь Просто Нужно Ввести Закрутить Таким образом Мяч Четвертый круг Январь Месяц Тогда Победила Немецкая Теннисистка И В двух Сетах Она Выиграла Да 6 2 6 3 Ну и Если Вспоминать Австралию Там Погодные Условия Были Конечно Более Комфортными Кстати В этом Году Ни Одного Жаркого Дня В Мельбурне Не было Походу Турнира А если Что-то Были Какие-то Проблемы То Под Крышу Уходили Челлендж Берет Сейчас Петкович Потому что Судья На линии Сказал Посчитал Что не Попала Подача Нет Правильно Он Посчитал А сегодня Петкович Мяч Задел Сетку Изменил Направление И Пошла На В этот Момент К Сетке Не Сориентировалась Шарапова К Сетке Она Частенько И Вот Они Два Сетбола Но Это Совершенно Другой Раскраски Эти Сетбола Потому Что Они На Подаче Немецкой Теннисистки 75 миль Еще Меньше Главное Только Попасть Обменялись Удачами Сетку 40 30 Еще Один Сетбол Мол 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 опасно как сейчас шла к сетке и как воспоминания о том диагональном вводящем ударе наверное у остались но сейчас более выгодном положении находилась шарапова пришлось соперница больше расстояния пробежать по задней линии от нас не спрячешься это по моему алан миллс да на боевом посту все под контролем называется этот кадр попадает я бы маша-маша-маша две попытки у нее еще остались очень на глебова похож третий сетбол третий сетбол не получилось вообще ничего здесь завязать в этом розыгрыше но хорошо сейчас мария угадала направление подачи соперницы прием получился очень очень хороший вот будь погода поспокойнее вот на приеме подачи можно было строить игру но сейчас при таком ветре она непредсказуемая эта подача эти как может сыграть и сильно пробить и по месту четвертый сетбол себе сейчас сделала немецкая теннисистка ну и когда надо видеть подача 100 может может рискнула собралась с мыслями да молодец ничего не скажешь вот этот вариант тенниса который сейчас нам показала андрей пяткович в одном гейме мы видели подачи от 75 до 105 миль с таким разбросом колоссальным но из четвертого сетбола выиграли